Приветствую вас! Я бы не сказал, что ваша проблема сложная, я бы не сказал, что ваша проблема какая-то очень слишком такая нераспешимая, но я бы сказал, что она довольно обширна. То есть, вот по сфере, по количеству сфер, которые нужно мы затронуть, отвечая на ваш вопрос, ваша проблема, к сожалению, достаточно большая. И начать, наверное, мне бы хотелось с того, что ответит на ваш вопрос изначально. Что вам делать? Значит, вариантов у вас не так много, и вариант первый это, собственно, принять вашего мужчину таким, как он есть, и в сфере того, что он переделается, станет другим ради вас, достаточно маленький, хотя и есть. Об этом я расскажу чуть позже. Либо, если вы его не принимаете, и тем более у вас есть достаточно четкий, достаточно четкая модель поведения, достаточно четкий мужской идеал перед глазами, да, то искать именно такого мужчину, то есть именно такого, что мой отвечал вашим требованиям. Значит, смотрите, какая ситуация. Если вы решаете молодого человека принять своего таким, как он есть, то тогда вам нужно обязательно сделать акцент на том, что принимая его таким, как он есть, вы не миритесь с тем, что он такой, как он есть до конца. То есть вы говорите, что вы его любите, но он вас вот чем-то не устраивает. Соответственно, вы своим поведением можете показать ему, что какие-то аспекты в его поведении вам не нравятся. И подумать, почему он так себя ведет, чем обусловлено его такое поведение. Ведет он себя так, потому что ему выгодно так себя вести, ведет он себя так, потому что его все устраивает, ему нравится это. Возможно, он не боится вас потерять, и тогда имеет смысл немножечко от него отдалиться, сказать ему, что просто дорогой, я тебя люблю, но как бы меня не устраивает то, как ты себя ведешь. И я не чувствую с тобой себя защищенный, и я бы хотел в какое-то время там, например, побыть без тебя, или там, пошлить отдельно, или как-то еще отдалиться от мужчины. Понимаете, это то, что вам, ну, вообще говоря, необходимо сделать, потому что иначе нет никакого смысла, нет никакого шанса на то, что мужчины изменят. Как я понял, вы уже ему говорили о том, что вас не устраивает, но он, как говорится, воз и ныне там. И если воз и ныне там, значит, вы делали чего-то недостаточно для того, чтобы мужчина ослабнал, что проблемы достаточно серьезные. Следующий важный момент, значит, свое поведение вам нужно строить не на обвинительной основе, то есть не говорить ему, что вот я считаю, что ты не прав, вот я считаю, что ты там должен вести себя по-другому и так далее. Вы можете говорить только о том, что касается вас. Если вы говорите, мне плохо, вы говорите, мне неудобно, вы говорите, мне так тяжело, мне так некомфортно. Если мужчина вас любит, если мужчина вас любит, если он видит, что вы страдаете, что вы отдаляетесь от него, но при этом даже не обвиняете его, а просто защищаете свои интересы, то что-то он сделает. Нужно донести ему то, как вы видите эту ситуацию для себя. Потому что если мужчина думает, что вы там просто пытаетесь его переделать под себя, то понятно, он не будет обращать внимание на то, что если вы, собственно говоря, как-то хотите его поменять, как-то хотите, да неважно. Также хочется сказать, что при исследовании этому вектору движения вам необходимо проявить такие качества, как терпение, выдержку, последовательность, постоянное удержание в вашем сознании, постоянное удержание в вашем внимании, если угодно, того, ради чего вы это делаете, дабы не забывать о том, к чему вы стремитесь. Потому что, ну, понятно, надеюсь, что если вы там будете забывать, для чего вы это делаете, или если вы будете совершать непоследовательные поступки, то очень быстро и легко вы докажете мужчине, что, в общем-то, либо вы настроены несерьезно, либо есть там у вас какие-то другие совсем мотивы для того, чтобы быть именно таким образом. А нам это с вами не нужно, мы этого с вами не хотим. И вот, по этой причине вам необходимо соблюдать как можно более четко именно вашу позицию. То, что нужно вам, то, что интересно вам, то, что вы хотите, то, что вас интересует и так далее. Это, я бы не сказал, что принципиально, но это очень-очень важно. Наше наше терпение и последовательность. Это то, что необходимо вам для последования данному вектору развития. Дальше. Следующий вопрос, который мне бы хотелось задать вам в рамках вот этого направления, это то, что если вы любите своего, то вы же, получается, его принимали таким, какой он есть, и в какой-то момент времени для вас стало очевидно, что вот эти его черты характера, которые опосредивают пассивное такое поведение, когда вас оскорбляют и унижают, оно является, ну, в общем-то, совершенно явным. И оно, к сожалению, делает вашего мужчину именно тем, кто он есть. То есть, будь он, например, более агрессивным, будь он, например, более напористым, будь он, например, более грубым, он не был бы тем, кого вы, возможно, любите. Потому что человек не может просто взять и изменить какие-то свои, например, недостатки, без изменения на сон, поскольку недостатки являются оборотной стороной, достоинствами, кроме, конечно, ну, определенных недостатков и определенных достоинств. Но здесь, я думаю, его пассивность обусловлена чертами характера. Это значит, что где-то эти же черты характера проявляются с позитивной точки зрения. И вам нужно представить себе, если мужчина, например, уберет этот недостаток, то и достоинство его изменится. Не станет ли он, например, более грубым к вам, не станет ли он, например, более агрессивным к вам уже, и не изменится ли его подход к жизни, подход к позиционированию в отношениях, что-то еще. Очень, знаете ли, аккуратно стоит подходить к этому вопросу, потому что в случае, если что-то пойдет не так, мужчина всегда вам может сказать, мол, ты сама меня просила быть каким-то другим, я этим другим стал, а теперь получается, что ты меня таким тоже не принимаешь. Так определись же, чего ты хочешь. И в этом случае мужчина будет в страну. Предположим, что вы увидите, что ваше железо все от какого-то конструктива, да, то есть, предположим, вы осознаете, что если мужчина изменится, это будет, ну, как бы слишком много будет негатива для вас, возможно, возможного негатива для вас. Соответственно, в этой ситуации вам желательно понять, ну, если мужчина не может вас защитить, но при этом его достоинство в других сферах более чем ярко выражены, вы любите его, значит, вам нужно просто самой заменить, заместить, точнее, то, что не может дать вам мужчина. То есть, учиться, защищать себя саму, саму, не надеяться на его защиту, да, быть более активной, категоричной в отстаивании своих интересов, понимая, что мужчина этого вам не даст, и, в общем-то, не рассчитывать на него. При этом, если мужчина скажет вам, мол, почему ты так себя ведешь, агрессивная группа, вы ему резонны. Если он не хочет, чтобы вы вели себя так, пусть он сам вас защищает. А если он вас не защищает, то, простите, вы делаете это так, как вы умеете. И он, дабы, не лез туда, куда, где он ничего из себя не представляет. Это будет справедливо, а главное, понятно мужчине. И, по-моему, здесь хочется сказать, чтобы вы изъяснялись на языке, понятным ему. То есть, предельно ясно, четко, без двусмысленности и так далее, помните, что у мужчины есть адепт формальной логики. Пожалуй, относительно того, чтобы двигаться в сторону принятия своего мужчины таким, какой он есть, я, наверное, сказал все. Теперь перейдем к тому аспекту, который касается непосредственно другого вектора. Видите, этот вектор развития включает в себя укоренение идеи о том, что мужчина вам не очень-то подходит именно как, ну, как партнер, как человек. Тем более, что у вас есть образ, образ идеального мужского поведения, и вы его достаточно, четко назвали. Только вот, знаете, что вызывает вопрос? Вопрос вызывает то, почему вам так важно проявление грубой силы по отношению к себе? Вы прямо говорите, я хочу, чтобы меня защищали, я хочу, чтобы меня оберегали, и вы говорите это достаточно так, ярко выражено. Значит, что-то заставляет вас нуждаться в этом проявлении силы. А если вы нуждаетесь в защите, значит, вы чувствуете себя уязвимым. Ну, в принципе, как вы сами это и написали. Вы чувствуете себя уязвимым. То есть вы находитесь в позиции жертвы. Давайте попробуем понять, кто, как и почему поместил вас в позицию жертвы. Условно говоря, как так вышло, что вы стали чувствовать себя жертвой? Это, как скорее всего, родительская сена. Дерско-родительские отношения, родительская сена, в котором вы чувствовали себя всегда вот в таком, и не защищены, и слабы. То есть не была удовлетворена ваша базовая потребность в чем? В безопасности. Здесь я бы рекомендовал обнакомиться с пирамидой и шлангами по маслу, Абрахам Маслоу, и посмотреть на то, к чему ведет неудовлетворение вот этой вот потребности. Соответственно, нужно вернуться туда с того момента, когда вы перестали чувствовать себя в безопасности, а то, что вы ощущаете себя дискомфортно, то, что вы нуждаете защите, это говорит о вашем внутреннем отсутствии этой самой защищенности, и, к сожалению, никто не должен, не обязан вам ее давать, в том числе, не обязан и не должен вам давать и ваш парень, и вам нужно самостоятельно, конечно, по желанию, конечно, если вы этого хотите, вам нужно самостоятельно получить это, самостоятельно достичь вот этого вот состояния защищенности, чтобы не зависеть в этом от вашего молодого человека. Потому что, как вы, наверное, уже сами могли заметить, увидеть и понять, что зависимость от молодого человека вообще чем-либо ни к чему хорошему не приводит. И дабы вам самой лучше себя чувствовать, я бы рекомендовал вот этот момент проработать. Теперь дальше. У вас есть идеал мужчины. Хорошо. Идеал мужчины у вас есть, но он явно не укладывается в реальном образе вашего настоящего мужчины. То есть, смотрите, есть образ идеального мужчины, то есть, как тот боксер, которого вы назвали. А есть ваш настоящий мужчин, который до этого идеала, который вы назвали в самом начале, явно не дотягивает. мужчин, тогда возникает вопрос, чем обусловлено то, что вы, как только осознали, что ваш мужчина не отвечает вашим представлением о идеальном мужчине, чем обусловлено то, что вы до сих пор по своим парням в месте. Ведь что-то же вас заставляет с ним быть, я полагаю. Вот мне бы очень хотелось узнать, почему вы игнорируете свои желания. Ну, не считаете вы своего мужчину достойным вас? Более чем нормальная реакция, более чем нормальное поведение. Действительно, люди могут друг к другу не подходить. Например, вашему мужчине может быть нужна совершенно другая женщина, такая более напорчистая, более такая активная, более такая мудерственная и так далее. И как бы это неплохо и нехорошо. это нормально. Это нормально, что есть такие мужчины. В современном мире их действительно довольно много. И с этим, к сожалению, ничего не поделать. Но поймите правильно, поймите правильно, что вас никто не доставляет быть тем мужчине, который вас не устраивал. А вы, тем не менее, именно с ним и находитесь. Верникает вопрос, для чего, зачем? Если вы не будете удовлетворять свою потребность в идеальном мужчине, если вы не будете стремиться к своему идеалу мужчины, то простите, вы не будете счастливы тогда. А если не будете счастливы вы, то не будете счастливы и тот, кто рядом с вами, возможно, не будете счастливы ваши дети. И вот этот момент тоже вам нужно разобрать. Знаете, любовь, она подозревает безусловное принятие человека. А если вы был другой мужчиной, чтобы он по-другому себя повел, то это не любовь. Это значит ли просто такой наиболее как мне показалось наиболее удобный для вас вариант. То есть вам удобен этот вариант с вашим мужчиной, который у вас есть на данный момент. И вы не хотите с ним расставаться. Я понимаю, возможно, много вложено в ваши отношения, возможно, вы много прошли вместе, вместе. Я понимаю. Но и вы поймите, рассчитывать на то, что человек изменится даже при всем том, что я рассказал в первой части своего ответа, рассчитывать не стоит. Маленькая вероятность того, что он изменится. Маленькая вероятность того, что он станет другим. Однажды ваша неудовлетворенность будет расти. Еще не факт, что вы сможете сами заместить все то, что не дает вам мужчина. Еще не факт, к сожалению. А это значит, что нужно подумать над тем, с кем ли вы человеком или нет. если вложено было много в отношения, то вам желательно поблагодарить человека, что мне с тобой было хорошо, я с тобой была счастлива, спасибо тебе большое, но как бы дальнейшие наши отношения с тобой не возмущаются по причине не совпадение взглядов наших, например. Понимаете? И все, как бы. Ну, зачем вы с человеком, который явно не отвечает вашим представлениям о том, как должен вести себя мужчина. Значит, какие-то другие потребности он вас удовлетворяет. Что ж, допускаю, что это действительно может быть. Действительно может быть такое, что молодой человек удовлетворяет какие-то ваши другие потребности. Ну, так тогда вы для себя постарайтесь определить, а они, эти потребности настолько важны, например, для вас вы не можете без них. Или вы все-таки любите своего мужчину, но, например, придираетесь к нему, к нему, или кто-то еще. Понимаете, определите свое отношение к нему. либо вы любите и принимаете таким, как он, если стараетесь действовать сам, в том, что он дать вам не может, просто с его особенности своего характера, например, особенности своего воспитания и так далее. Либо вы уходите и ищите того, кто действительно вам даст все то, что нужно. Но я полагаю, что никому не будет приятно, если его будут сравнивать с кем-то другим. И еще очень важный момент, который я хотел бы вам сказать. Дело в том, что вот это вот ваше стремление к определенному образом мужчины, то есть ваш по сути идеальный образ мужчины, он может быть достаточно оторван от реальности и сформирован вашими подребностями. Но это совсем не отражает, что все мужчины другие должны отвечать вашим требованиям. Это совершенно не отражает, что все другие мужчины как бы должны быть такими, какими вы хотите их видеть. И это совершенно не отражает к сожалению, что ваш идеал мужского поведения правильный, верный и приближенный к реальной действительности. возможности. Нужно четко отделять возможности. Нужно четко отделять что и где есть ваши мечты, идеал, а что и где есть реальный человек. И возможно ли сделать так, чтобы реальный человек максимально прибликался к идеалу. Если нет, то не стоит от него это предупреждать. Но если вы долго не можете встретить свой идеал, то если это не первый парень, то значит нужно прорабатывать ваш идеальный образ. Что то в нем тогда явно от вашего так сказать контекста неудовлетворенных желаний. и тогда уже желания получаются ваши определяют этот самый идеал. То есть идеал это тот, который целиком и полностью удовлетворяет ваши потребности. Но поскольку мы уже сказали, что ваши потребности вам нужно удовлетворять самостоятельно, то если исключить из этого идеал вашу личную потребностную часть так сказать, то останется куда более приближенный к реальности человек. И вот к этому человеку вам и нужно стремиться. в заключении я бы хотел сказать, что вам нужно позволять другому человеку быть таким, какой он есть, а себе позволять быть собой. Но если вы чувствуете, что ваши интересы ущемляются, а человек не спешит их защищать, то либо вы защищаете их сами, либо вы уже тогда условно говоря ищите другого человека. А так получается, что вы сами себя загнали в клетку. Зачем? Почему? Чем обусловлено то, что вы загнали себя в такую клетку или даже в ловушку, не очень понятно. Но можно и нужно с этим подобраться. На этом еще надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.